Девушки отдыхают 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 и рассчитываешь там 200, на 200 настраиваешься, если там 100, на 100 настраиваешься, это же не гантели поднимать. Сейчас вот две жены, одна живет вот, скажем, в Алма-Ате, мы здесь живем, да, один дом, и второе, это мы в Астане. Сегодня так получилось, что в кухне у меня были невесты моих детей, и моя жена, ей, скажем, 57 лет, мы с первого класса с ней дружим. Я не хочу разводиться, но я детей хочу иметь больше, чтобы дальше развиваться. Результаты своих дел, когда видишь, вот детей видишь больше и думаешь. Не зря живешь, какие-то плоды остались, какие-то у тебя потомки сзади. У них фамилия, это мое имя, то есть я, меня зовут Кеншпек, например, Кеншпек, фамилия Азиза, Кеншпек, Адлет, Кеншпек, Мухаммад, Кеншпек, Сабр, Кеншпек, Каусар, Кеншпек, Ахмед. Сколько здесь детей? Где-то 50-60 детей. Значит, он может, один человек, это сделает мужчина. Поэтому я хочу, чтобы тоже вот так же иметь много потомства. А у меня всего что получается здесь, скажем, пока 13-15 внуков, я не дотягиваю до этого. Очень много людей мне пишут письма, а почему-то ко мне не обращаются такие семьи, где очень счастливо живут. Я считаю, что это вот именно проблема вот вторых, третьих жен. Первую жену называют Байбище, это старшая жена, а младшая жена всегда, вторая, третья, все они называются такалками. Я до сегодняшнего дня три книги написала. Почему по ночам? Потому что, наверное, именно больно ночью. Именно вот этот вот крик души, боль в душе, именно ночью, когда ты остаешься одна, во сне тебя будет. Это надо пережить. Асья. Добрый день. Я вот прилетел, теперь хочу встретиться с тобой. Ну, ты знаешь, что я уже имею семью, да, скажем. И я, кстати, уже долго живу, я еще не разводился. Я не знаю, что такое разводиться, я только хочу умножить, как бы прибавить и увеличить, сделать счастливую семью, как говорится, большую семью. До 1921 года в Казахстане, ну, если в процентных отношениях, 80% были многоженцы. И до сих пор она продолжается. Например, у моего отца в советское время было две жены. Есть машины разные, да, скажем. Есть передний ведущий, там, задний ведущий. А есть джипы. Для чего вообще джипы? Две джипы, когда в гору идешь. И тут, получается, джип – это как бы четыре жены, четыре ведущие. Тогда, если машина – это семья, ее легче он себе как бы поднимает и несет. Значит, едем на встречу, да? Да, едем на встречу. Сегодня она сказала, что хочет быть в большой семье. И у тебя будут две мамы. Мужчина полигамент. Он, вы хотите или не хотите, ну, это так создали нас. Мы полигамны, поэтому запрещать нам что-то – это просто сверхчеловеческих сил, что ли. На сегодняшний день в Казахстане на одну мужчину семь женщин. Если мы будем все время так продолжать, если, так сказать, одна жена, одна муж, на одну мужчину будет приходиться 50 женщин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Все? Да. Ага, все. И что ты представлял, под стволом токал буду? Это что значит? Что мужчина обеспечивал токал, может содержать только предсостоятельность вообще. Угу. То есть это не просто любовь, пришел, пересекал. Одна будет токал у нее? Мы с ним в состоянии хоть пять. А, да, четыре. Ну, то есть... Мне бездравится, главное, чтоб меня... Да, да, да. Ну, конечно. Ну, да. Это не мой человек, когда женщина начинает разговор с денег. Это уже не женщина. Это вопрос моему территории не надо ли. Деньги, обеспечение, завоевывание – это мое дело. Ее дело, как говорится, быть замужем. Токал – это та же самая жена, младшая жена, вторая или так. Там, ну, жена, только младшая, детородная жена. Вам сколько лет? Сколько лет? Больше пятидесяти. Ну, мне пятьдесят семь. Пятьдесят семь? Да. Под шестьдесят по голосу даже? Да. Взрослая. В общем, взрослая. Да, очень взрослая. И женщина должна быть помоложе, которая может, ну, если уже мужчины самому за 50 лет, и женщине за 50 лет, какое там будет потомство, да? Саня, привет! Привет! Вы можете, пожалуйста, проходите? Да. Да, пожалуйста. Покажите. Все об этом знают, все так живут. У всех есть молодая любовница или еще что-то. Которых называют? У некоторых даже принято, у которых называют пахаулы. Ну, как бы это сегодня стало модной, да, среди, как бы, ну, можно сказать, зажиточных мужчин. Это не мода, это образ жизни. Статус, точно. Это показывает положение. Это показывает, что ты много чего добился, и можете поводить любовницу. Даже так. А ты бы привел бы без разрешения жены своей. Без разрешения жены? Ну. Я думаю, если я об этом подумаю, то тогда меня на следующий утро не станет. Хорошо, завел 4 жены, а ты сможешь им дать любовь? Нет. Значит, мы не готовы быть так алой боевещей, потому что мы не готовы. Мы не можем, мы не готовы, мы, во-первых, так обсуждаем. Я собрала тех, кто любит мое творчество, кто читает, кто мне пишет интересные письма. Мы обсуждали тему многоженства, плюсы и минусы. Где есть выгода, где женщина может сохранить свой статус, где женщина может быть все-таки замужней, хоть какой-то у нее будет муж, дети, главное, будет при отце. Я восприняла как на себе, как будто это мой удар. Я увидела очень много брошенных женщин, очень много страдающих женщин. Их вина на тот момент была только единственная старость. Если ты берешь вторую жену, то ты должен гарантировать, что будешь ее любить так же, ну, как первую, и первую любить так же, как вторую. Будет любить так же, по-равному. Оказывается, мужчина имеет право своей жене сказать, если он хочет иметь еще женщину, он должен сказать три раза об этом, чтобы она услышала. Если даже она не дает согласия, мужчина мог приводить... Что, имеет право? Имеет право приводить, так скажем, женщину. Брать вторую жену. Брать вторую жену, да. Римма мне очень понравилась. Она, будучи такалкой, как она красиво расписала, как она спокойно это рассказывает. Вы знаете, она все это связала с исламом. И очень многие, на многие вещи сегодня глазки нам открыла. Оказывается, и многодетная может женщина быть такалкой. Красивая жизнь, здоровый, хороший муж, счастливая жизнь, трое детей. И в какой-то момент я потеряла, получается, мужа. И когда ты остаешься сама по себе, с детьми, без ничего, в тебе пропадает какая-то вера. И много как бы разговаривала с очень религиозными людьми, потому что духовно, получается, они меня поставили как бы на ноги, что жизнь впереди, не надо расстраиваться, нужно идти. Меня просто сблизили с кругом людей, которые бы хотели иметь еще жен. И мы встретились в мечети со своим супругом. Только чисто искренне верующий и любящий Аллаха человек может на такое пойти. Есть вот такое понятие, что если ты берешь женщину с детьми, то Бог дополнительно тебя благословляет. И это делается ради Аллаха. Мы пошли в садик с Дианой, это моя вторая жена, и с Амиром, сыном. Когда я на ней женился, и получилось так, что она была вдовой, осталось 25 лет с двумя детьми, я как бы взял ответственность за них. В 55 лет у меня появилась Амина. Когда в садик хожу, все мне говорят, что это дедушка, я говорю, папа, и это для меня, она вдохновляет меня, я с удовольствием хожу в детский сад. А потом... Теперь моя задача обучить сына. Теперь я взял ответственность. И проблемы, это общие теперь, это мои проблемы. Моя задача быть причиной его правильного воспитания. Первая жена отнеслась как к моему ребенку, что это мой ребенок, как бы, и моя семья увеличилась, одного человека. Заранее, конечно, была она подготовлена к этому, и как бы я стал ее известным, что у нее будет вторая семья. Сейчас весь мир хочет быть счастливым, поэтому мы на этом пути. Дай Бог, чтобы подключались друг к другу. Делайте добро, будьте добрыми, будьте счастливыми. У нас трое детей. Первые восемь лет у нас не получалось, как бы, была проблема во мне. Потом мы сделали операцию. После этого родился старший сын. Это была такая радость большая. Весь город, наверное, нас поздравлял. Как говорят у нас в Казахстане, если Аллах захочет тебе дать сразу, Он даст тебе троих и двоих и так далее. Цель, которую мы изначально для себя ставили вместе с Алтнай, чтобы у нас была семья, чтобы у нас были дети, это она достигнута. Когда первый раз муж заявил о том, что у него есть женщина, и перед чем она беременна, то есть ждет ребенка, и он перевезет новую жену тоже в этот дом. На что я сказала, что нет этого, то есть я на это не пойду. Семья моя распалась. Ну, естественно, здесь и моя есть вина где-то, и с ее стороны было. Женщина должна быть хранительница очага. Ну, к сожалению, она не смогла, не сумела сохранить. Быть единственной, желанной, любимой – это мечта любой женщины. Например, я бы тоже не хотела бы своего любимого разделить с кем-то. Для меня это очень аморально. Я бы не была бы счастлива, если мой любимый еще с кем-то. Добрый вечер. Меня зовут Айян, я писатель, я пишу книги про треугольники в Казахстане. Я пишу про побочный эффект, где плохо женам. Хочу знать, где хорошо. Меня Еркен зовут. Еркен? Меня зовут Кенышбек. Кенышбек. Вот мне очень интересно, вот у вас как бы семья, да? Да. Супруга согласна, чтобы у вас было еще несколько жен, да? Когда я был одноженом, я был эгоистом. Я сейчас, когда Гаухар появился, у меня вообще другое дыхание, другой взгляд на жизнь. Я сейчас уважаю обеих, я несу ответственность перед ними, хочу, чтобы они были счастливы. Какие интересные вещи, вы говорите. Получается, Гаухар пришла, и она открыла ваши глаза на вашу жену. Она не стала и настраивать вас против нее. Вот такое бы я бы тоже хотела в себе, Тухал. Аяна, у нас в этой модели все должно быть как-то урегулировано, отрегулировано. Но, к сожалению, мы пока еще не можем. Вот в Казахстане, представляете, я не нашел ни одну нормальную семью. Семью я тоже не нашла. Не нашла. Где хорошо живут, да. Женщины начинают между собой делить мужчину. И у мужчины инфаркт. Там, в корольке баре, видели счастливую, веселую, ну, счастливую, радостную семейную пару. Веркерск, Гаухар. Мы как бы более подзарядились. Дай Бог, чтобы в жизни было много таких хороших, счастливых историй. По Корану и по исламу, то, что я услышала от Кенежбека, вы знаете, это очень красиво должно быть все. И он не должен обижать ни одну женщину. Он должен равноправно разделять себя физически, морально, духовно, материально. Здесь описывается счастье женщины. Женщина, которая встречает свое счастье. Этим все сказано. Когда прочитаешь мою книгу, ты поймешь, что я имела в виду. Я тебя подписываю, дорогой. Хорошо? Спасибо. Мне 48 лет сейчас. У меня старшая жена сейчас в Астане. И у меня три дочки. Что тебе подарили? Смотрите. С пеньюртами. Неа, гандалстая. Наши. Опань, ганган стая. Такого сына отдалишь? Опань, ганган стая. И хочешь этого мальчика? Казачонка лучше, да? Легко лучше. Давай, я тебе подарю. Да, ревность была, конечно. Сперва ссоры были. Да, ссоры сперва. Ну, потом уж нормально было сейчас. Когда галхар встретилась, она сразу сказала, что я, говорит, вам рожу двоих сыновей. Нужен сын, конечно. Когда нас в мечети регистрировали, там имам спрашивал, говорит, вы можете ей хороший подарок сделать? Что вы пожелаете? И галхар спросили. Она говорит, золотое кольцо. И вот золотое кольцо, которое я ей подарил. Вот этот колым наш. Моя точка зрения, знаете, они не думали о той жене в тот вечер. Они были вдвоем счастливы. Они ей не звонили. Они не спрашивали ее состояние. Знает ли она, как они так отдыхают вместе. Они очень красиво время проводят. Я подумала о старшей жене. Если они полностью счастливы, тогда они должны вместе ходить. По закону ислама, жены должны ходить вместе. На все праздники. Конечно, сейчас я могу сказать, что я многоженец. То есть у меня вот две жены. И я вот стараюсь. Честно говоря, мне хватает. Муж пришел и сообщил о том, что есть женщина, которая ждет ребенка от него. И это все было в одночасье. Жено. Цель, конечно, у него была содержать две жены, то есть две семьи. В какой-то момент было предложено вообще жить в одном доме. Что для меня, допустим, неприемлемо. Изначально он встречался с детьми. Я разрешала встречаться с детьми. Но я считала, что мои дети терпят унижения. И после этого я вообще запретила общаться. Поэтому нет, с папой надо, чтобы дети общались. А вот с его женой вот это другой вопрос. А с папой надо, не надо запрещать. Мне, к сожалению, дали два раза в месяц. Это первую субботу и третью субботу. Ну, хорошо, я довольствуюсь этим, но я знаю, что это мало. Мало не только для меня, а самое главное – для детей. Со своей стороны я, естественно, независимо, буду я еще женат или не женат, считаю своим долгом быть рядом. И в трудные минуты, и в радости. Вот, что я, в принципе, и пытаюсь делать. Папа, поздравляю тебя с новым рождением. Желаю счастья, чтобы ты был богатый и сильный. Чтобы тебя все любили. Может быть, как бы на встречу пойдете? Ну, хорошо. Пусть он содержит и вас, и ту, и другую жену. Вы подумайте, ну, как бы вы уже же успокоились со стороны. Вы посмотрите на ситуацию спокойно. И в мусульманском мире почему и право побеждает, и вся система, да, мусульманская? Потому что в основе лежит семья. Нет, я просто, знаете, я вам говорю, это же ваш законный муж. Почему вы его взяли и оттолкнули? Пусть он к детям приходит, живет с детьми. А что он может дать детям? Данная ситуация, она продолжается уже не один год. И мы, к сожалению, не можем найти компромисса. То, что там она говорит, озвучивает. Ну, порой она не соответствует, на самом деле, действительности. Мы живем в цивилизованной стране, где законе, как бы у нас не указано, да, я вот читала кодекс брак и семья. Как граждане, вступившись однажды в брак, пока не расторгнув, они не имеют права вступать параллельно, да, вторично, да. Значит, получается, это же как бы против закона, да, это же, это как преступление, да. Я вашу историю обязательно, четвертой книге, обязательно опишу, если вы позволите, конечно, я, да, хотела бы, знаете, потому что есть поучительные моменты в вашей истории. Лет 10 назад, допустим, быть токалкой, это было очень оскорбительно, это было унизительно. Вообще, иметь токал было очень аморально, и мужчины не водили в общество своих, как бы, если имелись они. Я, честно говоря, в последнее время вижу, как эта тема растет и как это прогрессирует. Это удар для любой женщины, когда появляется вторая семья без ее согласия. Субтитры создавал DimaTorzok